Когда выходит новая техника Apple, самое время перерывать старое, то есть предыдущее поколение, оптимальное по соотношению цены и качественно. Плюс появляется настоящий опыт использования, не недельный или месячный, а хотя бы годовой. Вот им я и спешу с вами поделиться. Устраивайтесь поудобнее. Apple Watch 4 у меня практически со старта продаж. Носил я их почти весь год за редким исключением меняя на другие смарт часы, обзоры которых вы сможете найти на канале. Год назад вместо своих бэушных Apple Watch Series 3 я приобрел четвертые с довольно ощутимой доплатой. Спорт алюминиевые, то есть самые базовые часы на 44мм. И я об этом довольно сильно пожалел уже после нескольких недель использования, а вот как изменилось мое мнение за год я расскажу в этом видео. Не так давно несколько раз встретил людей с третьими Watch'ами и понял насколько все таки сильно преобразились четвертые. Третья выглядит далеко не так свежо, хотя по факту изменений реально минимум. Но это так, ощущения. Особенно радуют новые циферблаты Watch OS 6. Шесть штук получили Apple Watch Series 4 и только два все предыдущее поколение. Радуешься потому что кастомных циферблатов к сожалению все еще нет. А разнообразие это здорово. Но пока эксклюзивный для Apple Watch 4 и новее циферблат инфограф еще никто не переплюнул. Восемь настраиваемых слотов в таком стильном дизайне это практичный, красивый и функциональный, пусть местами и перегруженный момент. Часы носились без чехла. Сам алюминиевый корпус такой же по износостойкости как и в Apple Watch Series 3. Как и там чаще всего микроцарапины появляются на верхнем и нижнем торцах над ремешком, но заметить их можно только при очень детальном рассмотрении. Так что покупать защитный кейс я могу порекомендовать лишь только тем людям которые занимаются грубой физической работой или увлекаются экстремальными развлечениями. Для остальных это будет не очень практичная и необходимая вещь. А вот о покупке защитной пленки стоит задуматься. Дисплей стал больше и вероятность повредить выше. Про свой скол я рассказывал в отдельном видео. Почему пленка? Лично у меня с защитными стеклами не срослось. Да, они наклеиваются и становятся практически незаметными, потому что их сейчас выпускают трехмерные как там обычно пишут на упаковках. 3D, 4D, 5D, ну в общем вы меня поняли. Но чувствительность при свайпах однозначно снижается, во вторых они достаточно хрупкие и можно лишь немножечко ударить боковинкой часов, но на корпусе точно ничего не останется, как стекло просто рассыпается в хлам. И третье, и для меня это было самое важное, при походе в бассейн, при попадании капельки между защитным стеклом и корпусом часов, они просто перестают реагировать. Ну, сенсор на часах перестает реагировать. И суть в том, что в принципе в бассейне вам это не надо, но приняв душ перед бассейном, вы уже не можете настроить тренировку, необходимо протирать дисплей. Причем сами стекла не отваливаются, ну по крайней мере у меня не отваливались во время плавания. Но вот такой неприятный нюанс меня дико раздражал, и я уже решил лучше пользоваться часами без защитных стекол, чем с ними, ну лучше не страдать. Поэтому я рекомендую наклеивать защитные пленки. О своем опыте использования защитных аксессуаров на Apple Watch обязательно расскажите в комментариях к этому видео, будет интересно посчитать. А вообще по поводу защитных стекол и моего личного опыта использования я писал отдельный пост в своем инстаграм. Внутренняя часть осталась в идеале, напомню композит в Apple Watch 3 быстро исцарапывался, в четвертых керамика и сапфировое стекло. Давайте пробежимся по основным отличиям между Apple Watch 4 и Apple Watch Series 3. И я на практике расскажу что из нововведений Apple которые были представлены год назад работает, а что нет и является по сути больше маркетинговой чем юзабельной в повседневной жизни функцией. Дисплей. Он стал крупнее. Информация за пределами циферблатов больше помещаться не стала, но сами данные стали крупнее и это однозначно плюс. Особенно это ощущается когда ты занимаешься спортом. Меньше необходимо всматриваться. Следующее. Процессор. Скорость работы часов особо не изменилась. Отличий при использовании по сравнению с Apple Watch 3 практически нет. Разве что скорость соединения со смартфоном немножечко повысилась. Информация подгружается чуточку быстрее. Дальше ЭКГ. Инновация в области медицины на бумаге. По факту один контур. По этой функции у нас есть даже отдельное видео. Работает она не постоянно, а только тогда когда вы запускаете приложение и прикладываете палец. То есть фонового отслеживания нет. Поэтому здоровые люди покупают эти часы, разок-другой проверяются и все. Дальше функция лежит в долгом ящике. И изредка можно помониторить кардиограмму знакомых. Польза от функции 100% есть. Даже среди нашего не очень-то и большого сообщества нашлось несколько подписчиков, у которых у них лично либо у их родственников нашлась мерцательная аритмия, о которой они не знали. Именно на Apple Watch. А затем она подтвердилась на профессиональном медицинском приборе. Так что в принципе функция однозначно полезная, раз уже как минимум несколько случаев есть, да и вообще в СМИ частенько об этом пишут. Но для тех людей, которые более-менее здоровы, ведь абсолютно здоровых людей не бывает, есть недообследованные, эта штука будет ну вот как игрушка проверить несколько раз в год, либо дать кому-то чтобы они себе что-то проверили. Оптический датчик второго поколения. Я бегаю по 10-15 км, плаваю в бассейне и катаюсь на велике. У меня как не было претензий к датчику первого поколения, так их и нет ко второму. Аномально странных значений сердечного ритма я не замечал. Главное правильно разместить ремешок на запястье и комфортно затянуть его, чтобы не давило и не болталось. То же самое я могу сказать и про акселерометр и про гироскоп. Эти вещи всегда отлично работали в любых Apple Watch. Функция обнаружения падения. 100% полезная штука. Ни одного ложного срабатывания за год. Ну в принципе я правда за год ни разу так и не падал чтобы она сработала, но люди говорят что срабатывает. Так что неплохая функция. Колесико Digital Crown с тактильным откликом. Фича приятна и чувствуешь уже дискомфорт когда ее нет. Динамик на 50% громче. И если громкость динамика в принципе здорово нивелируется тактильная дача вибромоторчика Taptic Engine, то вот расположение микрофона на правой стороне часов для правшей носящих часы на левой руке оправдано. Собеседники при разговоре через громкую связь реально слышат вас намного лучше. Увеличенная емкость накопителя. Наверняка этот момент порадует тех кто любит загружать музыку. В остальном тратить пространство доступное на Apple Watch не на что. Приложение занимает мало места. Ах. Да. E-SIM пришел в Беларусь. И если на айфоне эта штука работает бомбезно и две сим карты в одном телефоне одна из которых виртуальная для занятых людей это самое то, то вот в Apple Watch эта штука не завелась. Опять тянущаяся резина не пришедших к нам инноваций между операторами и самой Apple. А жаль ведь связка Airpods плюс Apple Watch плюс E-SIM плюс Apple Pay, который к сожалению до сих пор не работает в Беларуси, чаще стимулировали бы меня оставлять айфон дома просто за ненадобностью. По автономности если вы смотрели наш полноформатный обзор я говорил, что живут четвертые часы меньше чем третьи. Реально часы усаживались за полтора дня, в то время как третьих хватало на двое суток. После того как я отключил функцию привет Siri и поднеси часы чтобы говорить, они начали стабильно работать двое суток. Подробнее об этом рассказывал в отдельном видео про фишки Apple Watch. Изменили ли принципиально Apple Watch 4 или недавно вышедшая WatchOS 6 варианты использования часов? Нет. Это все также часы, спорт, уведомления и ответы на них, звонки, музыка, а дальше все плюс-минус от вашего образа жизни, но кардинально ничего не поменялось. Так что настоятельно рекомендую посмотреть до сих пор актуальный наш ролик о том стоит ли покупать Apple Watch и что вы конкретно будете на них делать, чтобы ожидание совпадало с реальностью, особенно если вы никогда не пользовались таким гаджетом. Из WatchOS 6 я для себя подчеркнул только несколько крутых циферблатов, приложение диктофон, записывать реальные разговоры наконец-то стало возможно без установки стороннего зачастую платного ПО и калькулятор, изредка но пользуюсь им, но на смартфоне все равно быстрее. Девушкам и женщинам еще наверняка зайдет приложение для отслеживания циклов. Одно из главных нововведений WatchOS 6 появившийся App Store останется у вас за бортом, просто потому что от этого больше приложений в магазине не стало, наши подборки это все толковое что я смог отжать от App Store, а это лишь слезы. Разработчики в целом подзабили на эту тему, а жаль. Часы достойные, надежные и никаких проблем с технической или софтверной частью, что интересное даже на бета версиях WatchOS 6 я на них особо не испытал, так что покупки рекомендую, хотя и переход с третьего на четвертое поколение считаю нецелесообразным. Традиционно своим опытом и использованием обязательно делитесь в комментариях, пусть вот это вот пространство под нашим видео станет своеобразным форумом, где люди которые хотят купить Apple Watch и те кто уже их имеет могли общаться и делиться интересными штуками между собой. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале BroDog, до скорых встреч, увидимся в следующих видео. Пока-пока. Ну и легкое послесловие по поводу вышедших Apple Watch 5, потому что сам юзер экспириенс четверки я записывал до презентации Apple Special Event, обзор которой есть на канале, обязательно посмотрите. Не пожалеете. Снятый с продаж Series 4 и оставленная теперь уже бюджетная Series 3 явное подтверждение тому, что Apple Watch 4 прямой конкурент недалеко шагнувшей новинки. И это видео в целом будет полезно для тех кто хочет неплохо сэкономить на Always On Display и компасе в Series 5, ведь четверки еще будут распродавать магазины. Вот на этом точно все. Кстати, если хотите видеть обзор Apple Watch 5 дайте мне знак. Сделаю все красиво.